Палата представителей Конгресса США приняла два закона, которые призваны поддержать протестующих в Гонконге и предупредить Китай не нарушать права человека. Документы уже направили президенту Дональду Трампу, который может либо их подписать, либо наложить вето на фоне деликатных торговых переговоров с Пекином. «В прошлом месяце президент Си предупредил, что в Гонконге будет ещё больше насилия, говоря о раздавленных телах и раздробленных костях. И сами власти Гонконга больше предпочитают пули и дубинки, а не мирный политический диалог, который стал бы ответом на обоснованное недовольство гонконгцев». Запроголосовало 417 законодателей против всего один. Ранее Акт о правах человека и демократии в Гонконге единогласно принял и Сенат, то есть Верхняя Палата Конгресса. Документ обязует Госдепартамент по меньшей мере раз в год докладывать, сохраняет ли Гонконг достаточно автономии, чтобы и дальше пользоваться статусом особого торгового партнёра США. Именно этот статус помог территории стать мировым финансовым центром. Акт также подразумевает санкции в отношении чиновников, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге. Выступления в специальном административном районе КНР продолжаются шестой месяц. Люди недовольны тем, что Пекин постепенно лишает регион свобод, которые ему гарантировали, когда Великобритания передала Гонконг под управление КНР. Гонконгская полиция всё более жестоко подавляет протесты. Также растут опасения, что вмешаться в ситуацию может армия КНР. Второй закон Нижняя палата приняла единогласно. 417 голосов «за» и «ноль против». Он подразумевает запрет на экспорт в Гонконг средств для подавления протестов. Среди них слезоточивый газ, перечный спрей, резиновые пули и электрошокеры. Пекин осудил законы и пообещал ответные меры. Между тем, Белый дом пока не сообщил, собирается ли президент подписывать документы. Ранее Дональд Трамп призывал Пекин решить вопрос гуманно и предупреждал, что усугубление ситуации в Гонконге может привести к прекращению торговых переговоров и развертыванию полноценной торговой войны между странами.